Два стадиона, два чемпионата. Такого в истории стрелкового спорта России еще не было. Ульяновск смог объединить почти необъединяемое соревнования по стрельбе из лука и стрельбе из арбалета. Именно поэтому ближайшие выходные в городе можно считать уникальными. Обычно они все равно конкурируют между собой и стремятся не пересекаться. В данном случае у нас обе федерации, общероссийские, наоборот договорились и решили совместно провести такой уровень соревнований в городе Ульяновск. Поэтому это первый опыт. Правда, Ульяновск встретил стрелков не только прохладным летом, но и сильным ветром. Безусловно, это отложило свой опечаток на результаты. Одно дело стрелять в полный штиль, другое, когда порывами тебя качает из стороны в сторону и мешает даже прицелиться. А виды мишени, например, у лучников около 70 метров. У нас летний вид спорта на улице, то есть и ветер, и дождь, все для нас ожидаемо. Ну, просто результат будет немножко пониже, я думаю, из-за погодных условий, из-за ветра именно. Но мне кажется, наоборот, это стоит проверить, закалить лишний раз волю и дух. Закалить волю и дух в Ульяновск приехали около 400 стрелков. На стадионе технического университета борьбу ведут арбалетчики. Их более сотни. В числе претендентов на медали члены сборной страны, участники крупных международных стартов. У них три рубежа для стрельбы – 35, 50 и 65 метров. Несмотря на сильный ветер, поблажек нет ни взрослым спортсменам, ни юниорам. Здесь фактически все стреляется только в диаптрический прицел, то есть только глаз, как говорится, и ни в коем случае никаких фиксирующих элементов одежды. Даже пояс нельзя, как говорится, больше двух, допустим, сантиметров шириной одеть. А еще сила натяжения струны арбалета ограничена 43 килограммами. Это полевой раздел арбалетного спорта. Все соревнования проводятся на открытом воздухе. У каждого участника свои приметы, свои традиции. Порой они могут совпадать. Но априори все участники стреляют только своими стрелами. Стрелы – штука индивидуальная. Делают, скажем, спортсменом под себя. Естественно, покупается, например, трубка. А дальше уже сами режут, сами наконечники где-то заказывают под себя. Либо покупают там, ну, собирают сами, переклеивают. То есть это такое. Хороший спортсмен такое дело никому не доверяет. Противовес полевому разделу соревнования по матчевому арбалету проводятся в помещении. Здесь расстояние до мишени всего 10 метров. При этом тяжение струны может составлять до 150 килограммов. И стреляют здесь не стрелами, а болтами, стоимость которых около 200 евро за штуку. Единственная только разница, что тут намного дольше идет процесс одного выстрела. То есть тут надо зарядить, тут нужно устаканиться, устояться. Здесь идет контроль уровня завала арбалета, потому что это очень сильно влияет на полет болта. Сергей Круглов из Архангельска – один из фаворитов чемпионата России. Он и на чемпионатах мира побеждал не раз. Повторить успех он намерен в Ульяновске в 2019 году, когда наш регион примет чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Принципиальная договоренность о проведении этого крупного турнира уже достигнута всеми заинтересованными сторонами. Михаил Сашанский, новость Ульянской правды.